Здравствуйте! Это новости Дагестана. В студии Джамиля Шарипова. И вот главная тема сегодня. Высокие гости из-за рубежа. В Дагестан прибыла представительная делегация духовенства Киргизии. Сто посещений в день в Каекенском районе республики открыли новую врачебную амбулаторию. Рейса хватит на всех. Республика собрала рекордное количество урожая. Подробности сегодня в выпуске. В Дагестан посетила делегация из Киргизии. В течение двух дней они знакомились с достопримечательностями республики. Приняли участие в конференции и встретились с духовным лидером республики. Подробности расскажут наши корреспонденты. В аэропорту Махачкалы гостей из Киргизии встретили представителями НАСА и Муфтиата республики. Муфти Киргизии, Замир Акиев и директор госкомиссии по делам религии Тойгонбай Абдекаров в Дагестане впервые. У нас тоже братья из Дагестана много живут. И я тоже свое первое обучение начал у дагестанцев учиться. Поэтому хотел посещать Дагестан давно, но получится сейчас. Первый день визита в нашу республику религиозные деятели Киргизии постили строящийся духовный центр имени пророка Аисы Мириму. Там их ознакомили с проделанной работой и рассказали о будущих социальных проектах. Нас удивил такой огромный масштаб строительства. Это, безусловно, объединить всех мусульманских в мир. Безусловно, я думаю, это будет вторым центром после мечети Медины. Увидели это строительство, у меня появилось впечатление, что это становится гордость каждого мусульманина, который живет в мире. Далее зарубежные гости направились в Южный Дагестан. Там их ожидала насыщенная программа. В дагестанских огнях они постили медресе имени Мохаммада Яракского. А в Дербенте осмотрели древнюю мечеть кладбища Кирхляра, а также встретились с главой города. Мы всегда рады гостям. Можно даже без официального визита тоже к нам приезжать. Просто с семьями приезжать, с друзьями. Мы всегда готовы встретить, поддержать, показать, рассказать не только городу Дербент, а вообще всю республику Дагестан. Во второй день пребывания в республике гости из Киргизии приняли участие в международной конференции. Она проходила в селе Касумкен Сулейман Стальского района и была посвящена видному учёному-просветителю XIX века Хасана Афанди Аль-Кадарского. Одним из наиболее ярких личностей этого района и всего Дагестана был Хасан Афанди Аль-Кадари. Конференция подобного масштаба, объединяющая общественника, религиозных деятелей, учёных и представителей власти, имеет особое значение не только для этого района, но и для всей нашей страны. Вернувшись в Махачково, представители Киргизии по стиле духовного лидера Дагестана шейха Ахмада Афанди. Эту поездку, я думаю, на всю жизнь не забудете. Это очень хороший ваш запад. И дало, чтобы у вас работа шла хорошо, благополучно, чтобы от вас была польза для людей, для государства. Мы увидели масштаб строительства духовного центра Ощемлены. С вашей поддержкой она, наверное, строится, чувствуется. Мы выражаем благодарство за ваш тёплый приём. Мы о вас слышали много в Кыргызстане. По завершению встречи стороны подписали официальное соглашение о взаимном сотрудничестве духовенства Дагестана и Киргизии. По улице Салихова появится подпорная стена. Жители дома 45 по улице Мирзабекова обратились за помощью в мэрию Махачкалы. По их словам, во время обильных дождей ливневые стоки, подтекая через улицу Салихова, разрушали стену, которая являлась частью демонтированного дома. В микрорайон 1-я Махачкала выехали представители мэрии, УЖКХ, а также начальник управления гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. Встретившись с заявителем и осмотрев местность, городскими властями было решено построить подпорную стену. Смета уже составлена. На данном участке был зафиксирован факт осыпания грунтов, в результате чего могут произойти выползневые процессы и произойти обвал дороги. Нами данная ситуация рассмотрена полностью. Рассчитана смертная документация на производство работ по строительству подпорной стены на данном участке, чтобы избежать негативных процессов. После проведения всех искальских мероприятий, нами будут проведены мероприятия по укреплению данного склона. Перенаправить транспортные потоки. В микрорайоне «Тысяча мелочей» перед путепроводом появился правоповоротный съезд. Работа по строительству съезда на улицу Примакова реализована в рамках мероприятий по увеличению пропускной способности дорожной сети города. Аналогичные локальные мероприятия запланированы и проводятся еще на нескольких городских локациях. В результате чего мы добьемся определенных преимуществ при движении по городским дорогам. Новый детский сад на 250 мест появится до конца года в Кизельюрте. Совещание по вопросу строительства объектов образования в республике провел председатель правительства Абдулпатах Амирханов. На повестке дня был рассмотрен вопрос обеспечения исполнения поручения главы Дагестана Сергея Меликова о необходимости скорейшей сдачи в эксплуатацию детского сада «Золотой ключик» в Кизельюрте. Было отмечено, что для полноценного оснащения дошкольного учреждения не хватает финансирования. В частности, речь идет о компьютерной технике. Премьер-министр поручил Минфину республики в оперативные сроки решить вопрос о выделении средств на дооснащение. В рамках совещания были также обсуждены вопросы реализации в 2022 году программы по капитальному ремонту школы республики. Двухэтажное здание врачебной амбулатории на 100 посещений в день и с дневным стационаром в селе Дружба Каякенского района почти готово к приему пациентов. Уже завершены строительные работы, обустраивается территория, в частности, построен забор вокруг здания, забетонированы пешеходные дорожки, посажены деревья, цветы. Завезли также мебель. Поступило и медицинское оборудование. Новейший рентгеновый аппарат «Неготоскоп», осуществляющий одновременно двусторонние рентгеновские снимки. Как сообщил руководитель больницы, вся поступившая мебель и оборудование будет установлено в ближайшие сроки. Со светлыми просторными комнатами типовая больница, которая обречит работу медперсоналу. И это большой подспорь для населения. Дружба построена, конечно, для медобслуживания, перспектива рост населения. Еще один ресурсный центр поддержки добровольчества открылся в Дагестане, теперь уже в Ахтынском районе. На церемонии открытия приняли участие в РИО министра по делам молодежи Камил Саидов, глава района Османа Блукеримов и депутат Народного собрания Магомед Алиханов. Депутат вручил благодарственные письма за плодотворное сотрудничество в развитии молодого поколения и вклад в открытие ресурсного центра Камилу Саидову и Магомеду Алиханову. Также благодарственные письма были вручены волонтерам за активное участие и личный вклад в развитие добровольчества в республике. В завершении мероприятия были проведены экскурсии по центру и беседы с молодежью. Среди школьников из Бирбаши провели конкурс на лучшее чтение стихотворения о пророке Мухаммаде «Мир ему и благословение». Свои произведения учащиеся записывали на телефон и отправляли организаторам. Итоги подвели в зале Даргинского театра. Победителей и призеров определили в двух возрастных категориях – с 1 по 5 и 6 по 11 классы. Всего приняло участие около 100 школьников. Лучших наградили грамотами и денежными призами. Учащихся и их родители поздравили представители власти, директора школ и руководители образовательных учреждений. Инициатором мероприятия выступил Мухтият Республики. Вы уделили внимание, вы ожилили вашей семье, посвятив его упоминанию посланника Аллаха. Думаю, что такие мероприятия надо проводить чаще и более объемно. Спасибо за организацию. И еще раз хочу поблагодарить всех преподавателей, которые такой огромный вклад вносят в развитие и в образование. Дагестан в этом году собрал 115 тысяч тонн риса, что является рекордом. По данным Минсельхозов, в советский период наилучший результат был получен в 1989 году, когда с площади около 30 тысяч гектаров рисовых полей было получено 93 тысячи тонн. Сегодня общая площадь рисовых полей в республике составляет 25,7 тысяч гектаров. Рисосеянием занимаются в 19 муниципальных районах. Такой результат в этом году достигнут благодаря усилиям аграрьев, соблюдению современной агротехнологии и выполнению поставленных агрономических задач, считают агрономы. Дагестан уступает только Краснодарскому краю по посевным площадям и объему производства в стране. Глава администрации Хасаверта Каргали Каргалиев встретился с олимпийским чемпионом Кайлом Снайдером. Во встрече также приняли участие старший тренер сборной команды России по вольной борьбе Абдусалам Гадисов, вице-президент Федерации вольной борьбы республики Махмуд Магомедов, борец вольного стиля из США Джейсон Нольфом и другие. Собравшиеся обсудили предстоящие соревнования, которые пройдут с 10 по 12 декабря во дворце спорта имени Гамида Гамидова. Отметим, Кайл Снайдер и Джейсон Нольфом будут выступать в Хасаверте на международном турнире по вольной борьбе, посвященном памяти прославленных борцов 19 и 20 веков. Трое дагестанских тайбоксеров начинают путь к золоту на чемпионате мира. Турнир стартовал накануне в Бангкоке. Сборную Россию на этих соревнованиях представляют Гусейн Алиев, Али Алиев и Гаджи Меджидов. Первый уже провел стартовый поединок, одолев во втором раунде спортсмена из США. Отмечу, что право выступать на турнире в Таиланде наши тайбоксеры получили весной, выиграв чемпионат страны. Финальные поединки первенства планеты пройдут 11 декабря. Это все, о чем мы хотели вам сегодня рассказать. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова